В новейшей истории независимого Кыргызстана Кумтёр стал символом политической и государственной коррупции. Работу на месторождении Кумтёр запускали с многочисленными нарушениями. На протяжении долгого времени отдельно активисты и народные избранники тщетно пытались поднять проблему экологии на золотодобывающем объекте. Однако их доводы оставались неуслышанными. При каждой власти в стране создавались различные комиссии по изучению деятельности рудника. Еще в 2012 году Садур Джапаров, будучи депутатом от фракции Атаджурд, начал поднимать вопрос о денонсации соглашения с Кумтёр Голдкомпани от 2009 года за многочисленные нарушения экологических норм. Он также стал главой депутатской комиссии, которая рассматривала вопрос по месторождению. Кыргызстан может расторгнуть соглашение с канадской компанией Центера Голд Инг от 2009 года и не бояться международных судов. Если не денонсировать соглашение, то продолжится нанесение экологического ущерба окружающей среде. Если бы канадцы пошли бы на такие вопиющие правонарушения в Канаде, то там бы их просто посадили. Еще тогда на заседании парламента в 2012 году Садур Джапаров рассказал, что в хвасохранилище рудника, которое построено с нарушениями, закапываются химические отходы. По его словам, содержание мышьяка в пробах воды в 22 раза превышали норму. В воде также нашли примеси тяжелых металлов, которые попадали в реку Нарын. В реку Нарын, безусловно, есть влияние. Об этом говорит доктор Моран. И наши анализы, которые мы взяли и проводились, показывают, что идет загрязнение тяжелыми металлами. Были озвучены результаты превышения по свинцу и по другим параметрам. Нужны еще дополнительные результаты анализов, потому что нельзя делать выводы на единичных только. Если продлят сроки, будет специально сделано временной, по времени, кратность, все требования будут выдержаны. Но предварительно анализ показывает, что идет загрязнение тяжелыми металлами. Металлы откуда берутся? Это отвалы пустых пород, это карьерные воды, шахтные воды, которые должны откачиваться и очищаться. Без никакой очистки эти воды просачиваются и стекают в ручьи и оттуда в Нарын. На заседание парламента на тот момент встал вопрос о национализации культуры. Отдельные депутаты поддержали инициативу. Еще тогда народные избранники отмечали, что соглашения с компанией были приняты вопреки интересам страны. «Вместо того, чтобы быть хозяином собственного богатства и контролировать работы Рудника, мы просим у компании-разработчика дивиденды и спонсорскую помощь, хотя это наши природные ресурсы». Но все же доводы депутатской комиссии по проверке деятельности месторождения культуры остались неуслышанными. И многие народные избранники проголосовали против национализации месторождения, попутно отметив, что компания выполняет все предписанные требования. «В 2005 году по требованию граждан была создана государственная комиссия по проверке деятельности Рудника. Тогда председателем комиссии был Керим Кулов Медет, а премьер-министром был Феликс Кулов. В состав комиссии вошли депутаты, эксперты и местное население. Подготовили проект постановления, и сегодня многие работы уже выполнены. Может, есть какие-то маленькие экологические нарушения, но они же сегодня поднимаются». Сегодня экологи рассказывают, что несмотря на выявленные правонарушения на культуре со стороны депутатской комиссии в 2012 году, прошлыми руководителями государства были приняты половинчатые решения не в пользу государства и вопреки интересам граждан. «В 2012 году за нарушение норм природоохранного законодательства были определены санкции в отношении Кунтор Голд Компани. Однако тогда бывшие руководители государства, представители правительства стали так называемым адвокатом канадской компании. Можно сказать, что лоббировали их интересы. Проблему с сохранением экологической безопасности можно было решить еще тогда, в 2012 году. Однако отдельные депутаты продали интересы народа за деньги». Эксперты отмечают, что сегодня действия многих руководящих лиц и чиновников требуют правовой оценки. Это касается договоров о предоставлении беспрецедентных льготных налоговых привилегий, лишающих кыргызскую сторону значимых для бюджета поступлений. «Еще в 2012 году проблемы на руднике Кунтор стояли очень остро, даже поднимали вопрос о национализации месторождения. Однако отдельные нардепы на трибуне говорили одно, а фактически сделали совсем другое. Депутатская комиссия выявила все нарушения, но никто не поддержал ее. Если бы тогда депутаты выступили за национализацию, возможно, сегодня можно было избежать таких последствий». С начала работы месторождения Кунтор прошло уже много лет. На сегодняшний день экологические риски усугубились. Центера Голд Инк показала, что она на протяжении большого количества времени игнорировала национальное законодательство. Во всех соглашениях компания обязалась соблюдать природоохранные нормы Кыргызстана, однако все договоры попустительски нарушили, говорят экологи. «Кунтор Голд Компани ежегодно использовала бесплатно 5 миллионов кубов питьевой воды с озера Петрово за 23 года эксплуатации рудника. С центрального карьера использует по 20 с лишним миллионов кубометров грунтовой воды. 5 миллионов кубометров воды – это 5 миллиардов литров воды. В Канаде 750 миллилитров воды стоит 46 долларов. Сколько питьевой воды мы отдаем бесплатно для использования в технических процессах? Соглашения с компанией были достигнуты вопреки интересам народа в первую очередь». Кумтор является многокомпонентным месторождением. На руднике можно добыть не только золото, но и серебро, оксиды, телур, вольфрам и серу. А исследования ученого Никифорова показали еще и наличие платины и платиноидов. Эти металлы дороже золота. Однако, когда на золотодобывающем объекте были выявлены нарушения, депутаты пролоббировали интересы иностранной компании, говорят экологи. «Если в 2012 году, когда рассматривался вопрос о национализации рудника, отдельные народные избранники подумали о будущем народа, возможно, мы были бы одной из продвинутых и развитых стран. Но, к сожалению, интересы иностранной компании были пролоббированы. Видимо, тогда народы бы получили свою выгоду». Рудник Кумтор должен работать бесперебойно, но без угрозы для жизни и здоровья специалистов, которые трудятся на месторождении, говорят специалисты. Любые компании, которые нарушают процедуры экологической безопасности, должны понимать, что это наказуемо. Однако, в свое время отдельные народные избранники и бывшие руководящие лица попустительски закрывали на это глаза. «Сколько чиновников попали за решетку, когда поднимали тему Кумтора? Отдельные депутаты открыто выступали и поддерживали иностранную компанию. Как это можно назвать? Из-за такого халатного отношения сегодня мы имеем то, что имеем. Все, кто причастен к этому, должен ответить за все в рамках закона. Бывшие чиновники просто-напросто позволили разворовать нашу страну». Из-за многочисленных нарушений экологических норм было решено ввести временное внешнее управление на роднике Кумтор. Также наша сторона инициировала иск против канадской компании-разработчика. Общая сумма претензий к ЗАО Кумтор Голд Компани со стороны Кыргызстана составляет 4 миллиарда 252 миллиона 800 тысяч долларов. Из них экологический ущерб составил свыше трех миллиардов и налоговый ущерб порядка одного миллиарда долларов США.